Около двух лет решался вопрос либо о строительстве в центре посёлка Развилка, о спортивной площадке, либо о создании на этом месте автостоянки. Жители, конечно, выступали за новую спортивную зону. И к радости теперь она у них есть. Подробности далее. Спорт – это здоровье, сила духа и отличное настроение. Зная об этом, жители сельского поселения Развилковска используют любые возможности и уделяют полезным занятиям много времени и внимания. На днях местная администрация порадовала посельчан открытием новой спортивной площадки. Несмотря на холодную пасмурную погоду, жители с удовольствием приняли участие в этом мероприятии. У нас очень много жителей активных, которые стараются заниматься спортом, потому что мы не успели только вот эту площадку завершить, работа на ней. Как тут уже у нас выстраиваются очереди. И фактически с 7 утра и до позднего вечера, пока не стемнеет, эта площадка постоянно у нас задействована. Теперь в центре поселка есть спортивная зона с резиновым покрытием, оборудованная турниками и тренажерами и отвечающая всем современным требованиям. Такое спортивное сооружение, как вот сейчас мы узнали, на самом деле в Ленинском районе больше нигде нет такого сооружения. И посмотрим, если она приживется, то, конечно же, будем дальше, я думаю, выделять деньги на это и распространять на весь поселок. Американские тренажеры хорошие, но можно и нагрузку не дают, но и физически можно заниматься без тренера, потому что может любой, и старый, и млад, и старый заниматься. Это тоже преимущество большое. После церемонии перерезания красной ленточки спортсмены Александр Варламов и Максим Кондратенко опробовали площадку в действии. Ребята показали трюки в стиле воркаут. Их выступления не только вызвали восторг, но и вдохновили других на достижение в спортивной сфере. Приятно отметить, что занятием в фитнес-центрах многие предпочитают именно спорт на открытом воздухе. К тому же дворовый спорт может подготовить организм к более серьезным нагрузкам. Раньше только были как раз такие турники и брусья, все занимались на турниках и брусьях. Раньше не было ни фитнес-центра, ни фитнес-клубов никаких. И очень хорошо, что эти сейчас традиции возрождаются. А то, что на улице, пусть ребята одеваются потеплее и вперед на площадку заниматься, развиваться. Площадка даже в любом городе, вообще в любом месте, это отлично. Потому что ребята могут выходить на улицу и не платить за дорогой спортзал, ну даже не за дорогой, просто не платить как бы, а выходить на улицу и тренироваться с СССР бесплатно в любое время года, даже зимой. Работы по установке площадки завершились всего несколько дней назад. И за это время она уже стала полюбившимся местом детей и взрослых. Мы очень довольны, что сейчас стоят у нас снаряды спортивные. Детей приходит очень много, начиная с 10 лет и до 70-80 лет. К сожалению, на 100% я не могу сказать, что все сделано. Сами видите, еще не успели заборы поставить. Надеемся, что нам депутаты помогут и администрация района поможет. По словам главы сельского поселения Веры Маркиной, количество спортивных площадок будет только увеличиваться. Вскоре и жители деревень смогут опробовать простые, но эффективные спортивные снаряды и тренажеры, которые помогут им в увеличении мышечной массы, моделировании тела и укреплении организма.